В последнее время мы замечаем увядание жанра оперативок в Белом доме. Всем кажется, что они скучные и безжизненные. В этот раз вот случилось страшное. А именно то, что ошеломленному взору присутствующих и наблюдающих за событием по трансляции предстали не двое, а трое в президиуме, и третьим оказался никто иной, как Константин Борисович Лукачев, спикер башкирского парламента и аксакал башкирской политики. Хабиров поспешил объяснить появление Константина Борисовича в президиуме оперативки правительства и сделал это следующим образом. Важнейшим звеном в нашей с вами работе и в системе является государственное собрание. Мы с Константином Борисовичем это обсудили, поэтому, чтобы и госсобрание было всегда с нами рядом, Константин Борисович, как председатель, был в курсе всех событий и участвовал в этой работе. Поэтому вот просим любить и жаловать нас теперь троих уже. Вот так. Ну, во-первых, начнем с того, что Курултай и госсобрания Республики Башкортостан всегда были представлены на оперативках. Всегда сидел Иш Мухаметов, вице-спикер, член фракции «Единая Россия» и так далее, и так далее. Так что тут Ради Фаридович в первых соврамши по этому. Во-вторых, ну, не быть в курсе всего, что там происходит, достаточно сложно. Даже мы грешно и те следим за тем, что там происходит онлайн. Ну и в-третьих, ну, и ладно бы пригласил Ради Фаридович к себе туда в президиум, там, Элвина Грея или того же самого Ахмадинурова. Всяко разное веселее было бы. Но тут сидит, значит, вот эта вот мумия Толкачева, вытаращив глаза и полтора часа, значит, взирает в зал. Как-то жутковато. Ну, для того, чтобы Ради Фаридовичу приблизиться к Толкачеву ближе, чем на 50 метров вообще физически, нужна какая-то очень веская и, пожалуй, страшная причина. Он никогда не забудет того, как в 2008 году Константин Борисович инициировал изгнание и исключение Хабирова из партии «Единая Россия», как Константин Борисович горячо поддерживал начинание по части уголовного преследования Хабирова и попытку его посадить за какие-то там неправедно нажитые активы и имущества. Причем тому есть свидетельства. Масса, во-первых, свидетелей, во-вторых, есть видеозаписи выступления Толкачева в президиуме партии «Единая Россия» на улице Цирюпа, 17. Он там прямо с броневика кричал, что Хабиров там чуть ли не преступник, и надо его изгнать, и не место ему, и так далее, и ату его, ату. То есть Толкачев был главнейшим инициатором вот этого преследования Хабирова в 2008 году. Ну, мы помним, да, что предвидя скорый арест и знакомство со шваброй уфимского СИЗО, Хабиров бежал из Башкирии в багажнике автомобиля, и, собственно, от этой швабры его спас непосредственно Владислав Сурков, который был тогда в политическом фаворе, и вот как-то он смог огородить Хабирова от притязаний Толкачева и Муртазы Рахимова. Забыть такое, вот это вот все, конечно же, невозможно. И по возвращении через 10 лет уже на белом коне в Башкирию у Хабирова, конечно, был первый рефлекс – это растоптать и уничтожить Константина Борисовича. Однако тут случилось страшное. Толкачев к тому времени поднабрался политического веса настолько, что лично за него заступилась Валентина Ивановна Матвиенко, совсем не последний человек в иерархии российской политики, и, соответственно, Хабиров пришлось ему сдать назад. Причем просьбы, настоятельная просьба московских покровителей Толкачева выражались в том, чтобы дайте старику досидеть до пенсии. Ну, генералу в отставке с наградным пистолетом, в общем, дали некую синюю куру вот этого вице-спикерства в парламенте. И теперь вот этого карабаса-барабаса башкирской политики меткого стрелка и веселого мужика, значит, мы видим третьим в президиуме оперативного совещания правительства. Еще раз повторю, я категорически не верю, естественно, в ту версию, которую нам предложил Ради Фаридович, слабо состряпанная версия. Почему Толкачев оказался там, где он оказался, надо будет в этом, конечно, разбираться. Уж не Патрушев ли там посоветовал, хотя, конечно, это вряд ли. Кое-как обосновав наличие злейшего врага по левую руку за своим столом, Хабиров перешел к дальнейшим вопросам вступления в оперативку. Собственно, он официально подтвердил назначение нового министра экологии и природопользования Нияза Фазылова. Собственно, небольшая уж новость. Далее Хабиров упомянул о свершившемся открытии парка Патриот и почему-то посоветовал Барданову почаще туда ездить. Я не знаю, в чем там дело. Есть подозрение, что градус патриотизма в организме у Барданова упал настолько, что нужно, как говорится, побегать по полосе препятствий, да и поесть какую-нибудь солдатскую кашу. Но Хабиров конкретно заповедовал Барданову, что, цитирую, очень важно не расслабиться. Видимо, расслабился этот хорошо кормленный вице-премьер. Далее Хабиров, обращаясь вообще уже непонятно к кому в пустоту, попросил не мучить людей и отменил свой же указ о масочном режиме. На этом вступление закончилось и перешли к штатным вопросам. Вопрос пандемии COVID-19 все еще обсуждается правительством. Как-то по инерции, несмотря на то, что практически сняты все ограничения, которые были наложены на население предприятия в связи с этим страшным явлением. Но новый министр здравоохранения Айрат Рахматуллин все-таки доложился, что всего в Башкирии заболело за все время, за все-все-все время, без малого 290 тысяч человек. На данный момент в больницах лечится 134 человека. Кстати говоря, это на 20 человек больше, чем в прошлую неделю. Ну и рост заболеваемости за последнюю неделю составил 7%, что не может не беспокоить нас, но, в принципе, похоже, не беспокоит власти. Вакцинация в Башкирии, конечно, это фурор и отдельная песня. Аж 112% от подлежащих вакцинации уже укололись. Это свыше 2,5 миллионов человек. И это первое место в Российской Федерации. Далее послушали, с какими вопросами население обращается к Елене Прочаковской. Елена Анатольевна заявила нам о том, что внезапно поменялись интересы у населения. Население уже стало меньше интересоваться выплатами Путина, судя по всему, отчаявшись их получить. И теперь главная проблема, которая стоит перед башкирским народом, это дороги. Елена Прочаковская весьма своеобразно объясняет смену вектора интересов у населения и заявляет, что дело тут не в том, что дороги плохие. Она вообще никогда не критикует все то, что делается башкирским правительством. Женщина она простая, прямолинейная. Так вот, проблема оказывается в другом. Оказывается, началась активная фаза ремонта дорог. Вот, понимаете, да? Ну, вот эту билиберду, которую несла Прочаковская, почему-то сразу резко прерывал сам Хабиров. Достаточно так решительно сказал, да-да, достаточно, я в курсе. И выразил свое недовольство работой Министерства транспорта и дорожного строительства в той части, что дорожники и транспортники не умеют, не хотят и, собственно, не делают никаких усилий по информированию населения о тех работах, которые происходят. Собственно, опять тут начались подмены понятий. И, судя по всему, наше правительство Хабиров и его вот эта вот Прочаковская с микрофончиком пытаются нас убедить не в том, что у нас плохие дороги, а в том, что мы не вовремя узнаем о их ремонте. Понимаете, да? Ну, в общем, вот как-то так. И при этом Хабиров уже очень благосклонно относится к ситуации того, что у нас не появилась новая разметка и, судя по всему, не появится. Вот это вот детвора, которая там, значит, у него развелась вокруг вот эти все Мавлиевы и прочие Булышевы, они говорят, ну дождик же, Радий Фареточ. Он говорит, а, дождик, ну да, действительно дождик. Ну, то есть технология нанесения разметки в дождь, судя по всему, во вселенной не существует. Как обходятся другие города и территории, неизвестно. Как наносят разметку в Лондоне или в Осло, вообще, наверное, загадка, скорее всего, там это делают инопланетяне. Ну, в общем, судя по всему, мы оставимся без разметки, потому что Хабирова это не очень вообще интересует, и он как-то даже разрешает ее теперь не наносить. Прочаковская все равно взяла слово дальше и сделала два таких, на мой взгляд, от очень фундаментальных, таких базовых заявлений. Во-первых, она заявила, что она обрабатывает заявлений граждан больше, чем поступает заявлений граждан. Собственно, я никогда в этом не сомневался, потому что, ну, вот это все, что она выдумывает, вот это было, стало, вот эти фантастические фоточки, которые, как потом выясняется, сделаны, ну, в других местах, с другого ракурса, в другое время, там, два года назад и прочее, прочее, то есть вот эта вся лажа, которую гонит Прочаковская, она некоторое время работала на имидж главы, сейчас эта лажа работает как раз 100% против этого имиджа. Ну, у него много таких аспектов, он пока не понимает, что там Ахмадинуров, Прочаковская и прочая вот эта вся свора, они сейчас работают исключительно против него и тянут его на дно. И завершила свои вот эти завывания Елена Анатольевна вообще совершенно феерическим образом, я ее процитирую дословно, «Ямочный ремонт жители видят и благодарят». Конец цитаты. Ну, то есть, чтобы, видимо, поднять градус пафоса и вот этого благоговеяния населения перед деяниями Хабирова, Прочаковского вот заявила такую вещь, да, то есть жители видят и благодарят. Но что делать? Остается только отлить эти слова в граните и выложить эти гранитные буквы прямо вдоль самых разбитых дорог Республики Башкортостан, чтобы хоть кого-нибудь убеждала вот эта вся билиберда, которую они несут. Далее обсудили ЖКХ и дороги, но, собственно, в основном это были дороги, потому что у Алана Морзаева по возвращению из отпуска в хозяйстве все исключительно стабильное и надежно. Не стал, Алан Викторович, комментировать дополнительные возвраты обратно от наших энергетиков. Я говорю о том, что вот ваш РТС там взыскивает за 2020 год какие-то деньги, которые ранее пришлось вернуть, а теперь они их обратно забирают. Там какая-то совершенно фантастическая история происходит. Об этом, конечно же, Олан Викторович говорить не будет. Не говорит он и о грядущем повышении стоимости ЖКХ, которое ждет нас примерно через три недели. В общем, в Багдаде все спокойно. А вот Александр Булышев, который, его был соотдокладчик по поводу дорог, рассказал нам о том, что уровень травматизма и смертности на дорогах остается таким же, как и в прошлый раз. На прошлой неделе 123 человека погибло уже в этом году на дорогах республики. Всего на 20 человек меньше, чем в прошлом году. И, собственно, случилось что-то нехорошее, выходящее за рамки нормы, и мы опять получим тот же уровень, что и в прошлом году. Отдельно Александр Булышев остановился на ходе ямочного ремонта. Всего дорог с твердым покрытием в республике Башкортостан 19 691 километра. Так вот, на данный момент 99% из этой протяженности уже проинспектированы Булышевым. Это 19 432 километра. На этих километрах выявлено 128 392 дефекта, 78% из которых уже устранены. 100 159 дефектов. То есть виртуальный ремонт господина Булышева близится к концу. Осталось всего 9 дней по срокам. И через 9 дней в компьютере у Булышева засветится такая большая красивая зеленая цифра 100. И все станет отлично вообще. Все, он нажмет на кнопку на Enter, и ямочный ремонт завершится. Потом он расскажет об этом Раде Фаритовиче, и Раде Фаритовиче скажет спасибо. Ну или там пожурит за то, что где-нибудь там разметку не до конца нанесли на какие-нибудь бордюры. А как вот на самом деле-то будет? Как быть с этими бесчисленными фотографиями и свидетельствами того, что дороги-то на самом деле не сделаны? А господин Булышев вплотную приблизился к 100%. Более того, теперь уже ему никуда не деться от заявления, что он точно знает, где какие ямы расположены. В общем, конечно, опасная ситуация. Но, однако, я думаю, что они действительно раньше времени уйдут в виртуальное пространство, и там окопаются. Мы их оттуда никак не выковыриваем. То есть в их сознании, в сознании Прочаковской, Булышева, и в конечном итоге у Хабирова тоже будет 100% выполненная работа. Собственно, выслушав Булышева, Хабиров ничего не сказал, прокашлялся. Ну и, видимо, он тоже понимает, что с дорогами провал, потому критиковать сейчас Булышева, это, по сути, критиковать самого себя, потому что, ну, где же ты был все это время. Так что, вот как-то так с дорогами. Четвертым вопросом оперативного совещания был вопрос об итогах четвертого же инвестца Бантуя за Уралия-2022. Доклад делал вице-премьер правительства по экономике, первый вице-премьер Муратов Рустам Хамитович. Должность его длинная сокращу. Ну, во первых строках Рустам Хамитович показал нам замечательный, ну, таки голливудский по качеству ролик с этого мероприятия в Сибае, из которого бы становилось понятно, как приятно и радостно было показывать Хабирову новую сибайскую филармонию, которую отремонтировали буквально на Медне. Ну и насколько эта филармония непригодна для подобных мероприятий, насколько это неудобно. Все-таки филармония вам не консерватория, Ради Фаритович, консервов там немного. В филармониях надо на скрипках играть, а не экономические формы устраивать. Это придумал не я, это не я злорадствую. По крайней мере, многие участники этого форума отметили геометрическую непригодность этого здания для подобных мероприятий. Ну, очень уж хотелось похвастаться. Собственно, в мероприятии приняло участие примерно полторы тысячи человек из 61 региона Российской Федерации, немало. Заявлено было 203 спикера из 11 стран. Здесь вопрос. Мне удалось из докладов и информации выводить только три страны. Беларусь, Казахстан и Турция. Про остальные как-то умалчивали. Ну, видимо, вездесущая Эритрея, Науру своих посланцев тоже прислали. Не знаю. Ну, в общем, вот как-то так. Хотелось бы понять в этой бесконечной череде форумов сухую выжимку. Что там произошло и что грядет? Какой будет результат? А потом неплохо было бы оценить реализацию этих результатов. Потому что, ну вот, скажем так, по результатам предыдущих трех форумов, там итог, конечно, весьма скромный. Очень многие вещи не состоялись по разным причинам. Там, в том числе и по причине пандемии, либо там вот этих вот нынешних наших обстоятельств печальных. Ну, в общем, вот так. Теперь, по итогам этого форума у нас наметились следующие направления. Это сборка сельхозтехники из Белоруссии. Действительно, компания Амкадор собирается делать у нас сельхоз и дорожную технику в Башкирии. Это, ну, реальное намерение и близки к реализации проекта. Посмотрим, насколько там технически это решаемо. Потом планируется некое, в кавычках беру слово, приземление МАЗа Минского автозавода в Республике Башкортостан. Пока непонятно, о чем идет речь, но, судя по всему, тоже о сборке грузовиков. Хотя, вот, ну, использование МАЗов вообще в народном хозяйстве – это вещь такая весьма спорная. Многие считают, что эта машина устаревшая и очень нерентабельная. Другие говорят, что она сейчас уже более современная и так далее. Ну, в общем, вот так. Ну, развитие сотрудничества с Казахстаном было упомянуто, но не конкретизировано. Намерения турецких коллег тоже прозвучали, но тоже не было никакой конкретики. В общем и целом было рассмотрено, там, прямо непосредственно на форуме каких-то проектов на 18 миллиардов рублей, а подписано соглашение аж на 100 миллиардов рублей. Особенно загадочно звучали намерения создать некий энергетический клуб ШОС, чтобы это не значило. Ну, и вовсе уж туманно прозвучали планы об объединении антисанкционных практик. Здесь бы, да, тоже побольше конкретики и понять, с кем объединяться будем – с Ираном или с Северной Кореей. Потому что, ну, в общем-то, антисанкционных практик в мире не так уж и много. Ну, Хабиров выслушал Муратова, сказал, что все это прекрасно, будем продолжать это мероприятие и к 2025 году обеспечим за Урали энергией. Ну, как связаны эти два события, непонятно. Там Хабиров ведет какие-то переговоры о создании некого коридора поставок энергоресурсов, в первую очередь, электроэнергии из Магнитогорска. Ну, не знаю, как получится. По МАЗу Хабиров характеризовал ситуацию как перспективную, а по Амкадору тоже все нормально. Ну, складывается впечатление, что после вот этого четвертого форума в Сибае, пятый, если он состоится на будущий год, то этот пятый форум пройдет уже не в Сибае, а где-то на севере республики. Потому что, ну, вот как-то немножко поднадоела эта локация, не планировалось все время проводить этот форум в Сибае, но как-то он там осел. Опять же, этот Авзалов, но про Авзалова мы еще поговорим. Пятым завершающим вопросом оперативного совещания был вопрос о готовности к летнему туристическому сезону республики Башкортостан. И доклад сделал новый министр или руководитель комитета по туризму и предпринимательству Авзалов Рустем Ахмедкаримович. Вот этот вот экскремент из Сибая, бывший мэр Сибая, большой любимчик Хабирова. Рустем Ахмедкаримович начал бодро читать с экрана цифры, которые ему показывали помощники. В России было однозначно понятно, что доклад писал он не сам и даже не читал перед тем, как его начать читать. Заявил он о том, что в 2021 году турпоток был 3 миллиона человек. Выручка составила 13 миллиардов рублей. Первое место по санаторно-курортному отдыху среди не санаторных регионов. В том числе Республика Башкортостан входит в топ-10 курортных направлений Российской Федерации. Далее Авзалов заявил, что разработана или разрабатывается новая стратегия развития туризма 2022-2035. Вот тут я поставил на паузу этого мужика. Вот эта новая стратегия развития туризма, она, конечно, меня поразила в самое сердце. Я сразу живо представил себе картину такую. Стал Авзалов, значит, министром туризма у нас. Ну, что делать, он категорически не понимает. По туристической линии он два раза был в Турции, один раз в Эмиратах. Ну, что делать, позвонил своему предшественнику Салавату Нафигову и говорит, Салават, мне тут кормушку другую дали, кормиться-то я все нормально, с пищеварением все хорошо, а вот что делать-то здесь вот на этой должности? А Салават Нафигов ему и говорит, слушай, братан, вообще без проблем. Короче, все, что делаешь, это пишешь концепцию, стратегию, концепцию развития. И туда, значит, забабашиваешь все умные мысли, там тебе есть два помощника, они тебе подскажут. Значит, глэмпинги, кемпинги, тра-та-та, придорожная инфраструктура, везем с собой кота, не волнуйся, пиши, там, какие хочешь цифры. Дело в том, что выручка и поступление денег в этой сфере так хаотичны, и получателей так много, что ты можешь представлять отчеты, которые никто никогда не проверит. Ну, в общем, по окончании этого разговора, Рустам Ахмедкаримович, окрыленный, стал пользоваться статистикой Яндекса, которой, собственно, и был вот этот доклад, ну, который он представлял как свои глубочайшие изыскания в области, простите, башкирского туризма. Ну, продолжим, что он там наизлагал. Сообщил он нам о том, что 523 объекта коллективного размещения есть в Башкирии, из которых только 336 прошли необходимую сертификацию. А также Авзалов сообщил нам новости Яндекса о том, что в ближайшее время вводится обязательно, и, судя по всему, платная аттестация экскурсоводов и гидов Российской Федерации. Ну, и дальше он попер по каким-то там экономическим аспектам льготного кредитования для отелей из отмены НДС, и тут внезапно его бомбанул и, видимо, от себя добавил. Он неожиданно для себя, видимо, в том числе, перечеркнул напрочь все старания мадам Полянской, которые она предпринимала на предыдущей оперативке. Я говорю о том, что министр имущественных и земельных отношений мадам Полянская нам с жаром доказывала о том, что санаторно-курортная отрасль в РБ находится на подъеме, и вообще у нее колоссальные успехи. И тут Авзалов заявляет, что, цитирую, санатории у нас не очень-то развиваются, и надо их задействовать. Конец цитаты. Ну, теперь кому верить? Полянская или вот этому вот клоуну из Сибая? Ну, дальше Авзалов признал, что с Ростуризмом у него совершенно ничего не получается. И кроме того, что вот Зарину Дагузову, руководительницу Ростуризма, не удалось заманить на инвест Сабанту, и как он ее туда не заманивал, только сколько он только там чак-чак ей не обещал, в общем, ничего не получилось. Но есть и более серьезные проблемы. Авзалову отказали в финансировании программы развития мини-отелей. Ну, видимо, глянули на него, поняли, с кем имеют дело, и сказали нет. Ростуризм не будет финансировать, и Авзалов стал слезно просить денег у Ради Фаридовича. По старой доброй привычке он когда там ходил к нему денег занимать, видимо, вот и сейчас тоже такой, да, Игорь Тарати Фаридович, там пару-тройку, миллиардов, у тебя же много, а я тут мини-отели, значит, построю. Ну, в общем, выслушав всю вот эту билиберду, даже вот при всей благорасположенности, и Хабиров, и Назаров, ну, видимо, не смогли среагировать. Напомню, слева у них сидела еще мумия Толкачева. Вот Толкачев сидел совершенно неподвижно, выпучив глаза, и крутил в руке ручку. Так, не очень быстро. Но Хабиров с Назаровым отреагировали на выступление Авзалова. В частности, Хабиров отметил, что Авзалов категорически не владеет цифрами и валит в кучу, как он сказал, и называя недостоверные цифры. Он отметил, что численность туристов там на экране и со слов Авзалова никак не сходились, выручка носит какой-то совершенно бредовый характер от этой остросли. Тут же Назаров отметил, что Авзалов не владеет финансовой информацией и привел ему пример Петербурга, как складывается выручка от туризма и численность туристов. В общем, действительно, бред был полнейший. Ну, Хабиров объяснил Авзалову, что строить гостиницы – это не наше дело. Надо привлекать бизнес. Правда, Хабиров тут же отметил, что не очень-то бегут в это дело. А туристы, заявил Хабиров, у нас будут, людям же некуда ехать. В общем, действительно, Авзалов по старой доброй своей деревенской привычке понял, что это все дело так. Сейчас я, значит, получаю денег, потом я понастрою гостиниц со своими надежными друзьями на эти деньги, и эти гостиницы, наверное, будут немножко мои. Возможно, была такая. Ну, надо было объяснить мужику, что он приехал как бы вот руководить целой отраслью, целого региона. То есть ему просто не провели вводный инструктаж. И это теперь не так, как в Сибае. То есть все, что получилось, делится там на три части. Одну себе, одну народу и третью, значит, начальству. Нет. Здесь все по-другому теперь. Ну, в общем, не провели. Но, в общем, резюмируя доклад Рустема Ахмедкаримовича, я делаю вывод, что Хабиров в очередной раз крупно промахнулся с назначением человека на отрасль туризма. Непростая отрасль, потому что хотя бы в Башкирии тут очень трудно ее развить до хоть сколько-нибудь заметных масштабов. Но вот подобного индюка назначать, конечно, очень было неправильно. Результата не будет точно. Но теперь уже это видно невооруженным глазом. Ну, лишь бы не было совсем какого-нибудь позора. Потому что, ну, вот это уж совсем как-то за грани. Ну, в общем, почти закончили оперативку. Но Хабиров опять вспомнил про праздники жизни, про Сабантуя. И строго-настрого запретил продавать алкоголь во время Сабантуев во всех районах республики. Ну, как он сказал, будем там трезво, весело и вменяемо праздновать. Ну, возможно, это и правильно, однако каждый год запрет на продажу алкоголя, во-первых, вызывает иронию и запасы алкогольной продукции, а во-вторых, это вызывает у некоторых людей раздражение. Ну, наверное, Хабирова виднее, он в этом деле большой специалист. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова